Всем большой привет! Сегодня я хочу распаковать вместе с вами вот такую вот посылочку. Завтра у меня день рождения и я заказала для себя куколку от одной из рукодельниц. И вот посылочка пришла за день до моего дня рождения, чему я очень рада. И сейчас мы будем с вами вместе распаковывать эту посылочку и я немножечко расскажу о самой рукодельнице. Ну что ж, я скоро приступлю к распаковке этой посылки. Я знаю, что там куколка лежит, даже знаю имя этой куколки. Её зовут Энни. Так уберу бумажку с адресом. Сначала расскажу о самой рукодельнице. Её зовут Светлана и дам ссылочку на её инстаграм. Именно там я подписана на неё. И если вы смотрели видео с моего канала, то видели, возможно, вот этих вот сорок-ворон, которые я делала по мастер-классу именно Светланы. Также Светлана делает замечательные грибы. Навязываясь этими грибами, я шила свои грибы. Их можно увидеть на моём инстаграме. Но мастер-класс у неё по грибам я не покупала, а именно покупала мастер-класс по вот этим вот сорокам-воронам. Если вы не видели это видео, где я показываю процесс создания этих сорок-ворон, то посмотрите на канале. Это видео вы можете найти у меня там. Такая мальчик и девочка. Очень мне понравился её мастер-класс. Я вообще люблю работы Светланы. У Светланы есть свой стиль, настроение Светланы, вообще её подача, так как она снимает сторис, так как она снимает свои игрушки, мне очень-очень нравится. Поэтому я решила на свой день рождения заказать у Светланы куколку. Она сделала две куколки. Одна из этих куколок, я знаю, что ещё не продалась. Поэтому, в принципе, можно сестричку моей куколки ещё купить. И давайте распаковывать. Посылочка немножечко пережила, видать, пересылку непростую. Но давайте смотреть, что там внутри. Очень любопытно, очень интересно. И я так рада, что мой подарочек пришёл именно до моего дня рождения. Так, аккуратненько снимаю. Вот так выглядит посылочка. И тут открыточка. А, с днём рождения! Да, Светлана знала, что у меня день рождения. Какая милая открыточка. Лилия, поздравляю с днём рождения. Пусть всё сбудется. Светлана, очень приятно. Классная открыточка. Очень миленькая. Спасибо огромное, Светлана. И, видите-ка, марочку. Хорошенькая. Давайте смотреть. Вместе сейчас я поставлю камеру. Вот так. Волнуюсь очень. Реально. Вот. Поэтому, честно говоря, не сильно спешу. Я уже Светлане написала, что я получила её посылку. Светлана тоже волнуется там. И ждёт от меня уже каких-то комментариев. Давайте вместе. Смотреть, что у нас по ссылочке. Я просила Светлану подписать куколку мою. Энни. Вот. Надеюсь, что Светлана это сделала и не забыла. Вот. Потому что для меня очень важно, чтобы работы мастеров были подписаны. Вот. Потому что проходит время, проходит года, и мы забываем. И мастера, может быть, имена. И вообще кукла Энни. Автор Светлана. 09.2023. И подписана. Это вот такие авторские бирочки у Светланы. Она их делает очень классными. Смотрите, какая. Это всё ручная работа. Кстати, про бирочки она очень много рассказывает в своём инстаграме. Как она их делает. Очень симпатично. Ну, давайте смотреть. Сердечки тут. Вот как упакована куклёшка. Тут у нас сердечки с бумагой крафтовой. Очень мило. Коробочка классная. Ну, давайте распаковывать саму куколку. Я надеюсь, что на столе у меня будет классно. Я когда заказывала эту куколку, я не думала, что она такого размера на самом деле. Вот. Потом... Потому что Светлана сначала их фотографировала просто на столе. А потом сняла видео в своих руках. Такой запах. А, интересный. Смотрите, какая она большая. Куколка. Она очень крупная. Когда увидела в руках Светланы эту куколку, я вдруг поняла, насколько она большая. Потому что я сначала думала, что она где-то вот такая. Давайте рассмотрим её личико. Смотрите, какая она. Это всё ручная работа. Платье. Я вижу тут булавочки. В видео Светлана показывала, что эти булавочки можно отколоть. Тяжёленькая малышка. Такие ботиночки у неё. И такие штанишки у неё. И ручонки такие. Давайте заглянем, что у нас там под штанишками. Вернее, под платьицами под штанишками. Такая жопка у неё тяжёленькая и твёрденькая. Мне очень понравилось её лицо. Вообще, я хотела заказать две куколки, две сестрички. Они разные. Хотя вроде похожи, но разные. Как мне нравится. Пупсик этот. Мне кажется, Светлана отливала головку этой куколки из какой-то ретро куколки. Самостоятельно всё делала. И это очень здорово. Это вот прям добавляет шику игрушки, когда такие все мелкие вещи сделаны вручную. Шапочка такая, надо её покрепче, наверное, завязать. Давайте её попробуем снять. Смотрите, на эту мелоту. Покрыта чем-то, наверное, клеем. Просто прелесть. Смотрите, как она может ножки на коленочках вот так сидеть. Смотрите, как мои малыши её приняли. Свой вот такой вот уютный круг общения. Я думаю, что Энни тут будет хорошо житься, потому что у нас тут замечательная обстановка. Давайте Энни оденем её в шапочку крошечную. И завяжем её. Сейчас я её ещё обсмотрю со всех сторон. Я не вижу, чтобы Светлана подписала саму куколку, только бирочку. Жалко, конечно, потому что мне бы хотелось, чтобы... Вот тут даже пуговичка ручной работы. Мне очень хотелось... Ой, уже этот воротничок снимается. Давайте посмотрим. Да, он снимает. Смотрите. Воротничок вот такой крошечный, милый. И тут сзади прям самодельная пуговичка. Я думаю, что она самодельная. Мне так кажется. В общем, всё это безумно мило. Цвет мне очень-очень нравится. Прям цвет Светланы. Как она обычно делает оформление. Такая милашка. Ну вот мы вместе с Энни... Давайте мы открепим булавочку от её труда. Светланы закрепила. Вот такая у неё ручка. Разве не прелесть? Разве не чудо она? Вот такая вот Энни будет жить у меня. И надеюсь, что ей понравится жить в моём доме, на моём творческом столе. Светлана, огромное-огромное спасибо за эту чудесную куколку. Вы замечательный творец. Я желаю вам успехов и удачи в вашем творчестве. И передаю с Энни привет. Всем огромное спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, что и вам куколка Энни понравилась. И вы захотите посмотреть дополнительные куколки у Светланы на странице в Инстаграме. Ссылочку я оставлю ниже. Всем хорошего, отличного и творческого настроения. До встречи.